Глава 9. Возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. Давайте обратим внимание еще на одну характерную черту зверя. Он возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. Я никогда не забуду день, когда я узнал о том, что римско-католическая церковь и папская власть были предсказаны в библейском пророчестве. В субботу утром меня пригласили в местную церковь послушать молодого служителя, который собирался говорить о пророчествах из книги Даниила. В то утро он разбирал пророчества из седьмой главы Даниила. В ней говорилось о четырех великих государствах, которые последовательно будут править миром. Этими четырьмя монолитными империями были Вавилон, лев из четвертого стиха, Медоперсия, медведь из пятого стиха, Греция, леопард из шестого, и Рим, четвертый зверь, страшный и ужасный из седьмого стиха. Затем он объяснил, что из четвертого зверя, Рима, который должен стать четвертым царством на земле, стих двадцать третий, выйдет маленький рок, восьмой стих, который и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. «Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени» . А теперь скажите, обратился он к присутствующим, как папство намеревалось отменить праздничные времена и закон, и какие законы являются особой мишенью для его нападок? Самым вероятным ответом стал бы ответ «Закон Божий, десять заповедей», произнес он. Я был шокирован, когда молодой служитель начал объяснять нам, каким образом Римско-католическая церковь это сделала. Они изъяли из закона вторую заповедь, которая гласит «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли», — сказал он. Я сразу же подумал об изображениях Марии, младенца Иисуса и святых в соборе Благовещения, и о том, как я склонялся в почтении перед статуями, особенно перед той, которая изображала Марию. Когда я слушал молодого служителя, я вспоминал, как я удивлялся тому, почему в соборе находились статуи, когда вторая заповедь запрещала поклонение изображениям. Либо извояния свидетельствовали о нарушении Божьего закона, либо вторая заповедь, по утверждению молодого служителя, была изменена. А что насчет кровоточащих икон и плачущих извояний? Будет ли Бог совершать чудеса через истуканов, которые Он запретил? В стремлении узнать больше я продолжал внимательно слушать, что молодой служитель скажет о власти малого рога из седьмой главы Даниила. Папа не только возмечтал изменить вторую заповедь, продолжал он, но передвинул остальные девять заповедей на одну вверх. Третья заповедь стала теперь второй, а четвертая – третий. А десятую заповедь Он поделил на две заповеди, чтобы их число сохранилось. Я вспоминаю день, когда я посмотрел в католический катехизис, чтобы увидеть, правда ли это, и у меня перехватило дыхание. Второй заповеди не было. Четвертая заповедь, которая гласила «Помни день субботний, чтобы святить его, шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему» стала теперь третьей. И просто говорила «Помни день субботний, чтобы святить его». В девятой заповеди говорилось «Не желай жены ближнего твоего». А в десятой «Не пожелай ничего, что у ближнего твоего». Мне было непонятно, какой властью римско-католическая церковь изменила закон Божий. Молодой служитель, продолжая свое выступление и ставя под сомнение веру, которой я придерживался на протяжении всей моей жизни, вдруг спросил, каким образом Малый Рог возмечтал изменить праздничные времена. Перед тем, как я отвечу на этот вопрос, сначала хочу рассказать вам немного о том периоде моей жизни, когда я был еще маленьким католическим мальчиком. Каждое воскресенье в 9 утра я должен был посещать мессу в соборе Благовещения. Если я пропускал воскресенье, я должен был принести записку от моих родителей, в которой объяснялось, почему в этот день я пропустил мессу. Иначе после уроков я вынужден был оставаться для содержания под стражей. Это был закон, воскресный закон. На самом деле, на основании учения римско-католической церкви пропустить мессу в воскресенье считалось смертельным грехом. Поэтому я был достаточно удивлен, когда молодой служитель начал подвергать сомнению соблюдение воскресного дня. Он начал с заявления о том, что Библия не считает воскресенье святым днем. В действительности, в догматическом катехизисе, составленном преподобным Стефаном Кинанном, на странице 174 написано. Вопрос. Есть ли у вас другой способ доказать, что церковь, римско-католическая, имеет власть учреждать праздники и законы? Ответ. Если бы она не имела такой власти, она не смогла бы сделать то, в чем с ней согласились все современные деноминации. А именно, заменить соблюдением воскресенья, первого дня недели, соблюдение субботы, седьмого дня. Эта перемена, не имеющая подтверждения священном писании. Католическая церковь, благодаря своей божественной миссии, перенесла соблюдение субботы на воскресенье. В другом катехизисе снова поднималась эта тема. Вопрос. Какой день считается днем покоя? Ответ. Седьмой день. Это субботний день. Вопрос. Почему мы соблюдаем воскресенье вместо субботы? Ответ. Мы соблюдаем воскресенье вместо субботы, потому что католическая церковь на Лаотикийском совете 336 год нашей эры, перенесла соблюдение субботы на воскресенье. После выступления молодого служителя, который одновременно и шокировало, и встревожило меня, я выбежал из церкви и, как помнится, начал искать какого-нибудь католического священника, который научил бы меня истине. Так случилось, что сразу на следующий вечер я собирался на вечеринку, на которую был приглашен за неделю до этого. И как вы думаете, на кого я натолкнулся на вечеринке? На одного из священников из Собора Благовещения. Это был Божий промысел. С коктейлем в одной руке и с сигаретой в другой. Священник, кажется, был рад увидеть меня спустя так много лет. В моей голове лихорадочно вертелись мысли, и, недолго думая, я выпалил ему свой вопрос. Какой день является днем покоя? С интересом в глазах он осторожно ответил «Суббота». Затем я задал ему вопрос относительно того, как Святой День Господень, читайте Пророка Исаию, 58 глава и 13 стих, седьмой день субботу, изменили на воскресенье. С высоко поднятыми бровями, дыша алкоголем и табаком, этот «святой» в кавычках человек, я не шучу, ответил «Это сделал Папа». Потом я спросил его, действительно ли католическая церковь убивала миллионы христиан во времена темного средневековья. И он, глядя в бокал, с неохотой ответил, нам не хотелось бы вспоминать об этом. Страшно подумать, что я исповедовался в своих грехах перед этими «уважаемыми божьими людьми» в кавычках, которые покупают порнографическую литературу, курят в сигареты и распивают спиртные напитки в общественных местах.